Начался сезон охоты на копытных животных – кабаны, косули, лось и олени. С 17 августа открывается сезон также на бровую, болотно-луговую, водоплавающую и полевую дичь. Охотиться разрешено только в охотохозяйствах при условии наличия всех разрешений. В документах прописываются категории животных, в каком количестве охотник может добыть мясо, место добычи, ограничения и так далее. Ходить на охоту категорически нельзя в заповеднике, национальной парке и другие природоохранные зоны. За это грозит уголовная ответственность, лишение свободы или штраф в особо крупных размерах. Мордовский заповедник, как и в принципе любой заповедник, это участок территории, на которой в принципе исключена любая деятельность человека, в том числе охота. То есть заповедники у нас созданы для того, чтобы сохранить природу в ее естественном состоянии. Здесь животные живут своей жизнью и человек в их природные процессы никак не вмешивается. Соответственно, охота, любая рыбалка, сбор ягод, грибов, то есть любое браконьерство под строгим запретом. В Мордовском заповеднике круглосуточно работает отдел охраны, который патрулирует территорию, находится на кордонах по периметру заповедника. Сотрудники следят за территорией, обещая ее на машинах и запуская коптеры. При охоте есть ряд ограничений. Нельзя подстреливать взлетающих птиц, самок с выводком, молодняк, животных, которые находятся в высоких зарослях. Весь ряд ограничений и требований к охотнику прописывается при оформлении разрешения. Запрещено добывать мясо краснокнижных животных. Как правило, они попадают под категорию 1. Исчезающие виды, вымирающие. Это все тоже строго наказуемое. Например, сибирские косули, европейские косули, краснокнижные животные. Зимой у нас был случай в границах заповедника. В Жигаловском лесничестве поймали двух мужчин. Один из них был из Сарова как раз таки. Убили косуль. То есть было заведено уголовное дело. Подать заявление на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Нижегородской области можно по адресу Нижний Новгород, улица Костина, 2, кабинет 67. А также через МФЦ и личный кабинет охотника посредством ВИЗ охотоуправления. В июне в Мордовском заповеднике открыли новый музей зубр. Музей находится в поселке Пушта. Здесь посетители могут узнать, как человек влиял на популяцию зубров на протяжении развития цивилизации. Сейчас в этом музее у нас также действует частная выставка из МУМ-музея, которая тоже посвящена именно зубрам. То есть все предметы, которые частный коллекционер связан с зубрами когда-либо находил, она все это экспонирует. То есть начиная от фантиков, заканчивая какими-то редкими марками, памятными карточками. То есть вот она все нам привезла. До Нового года у нас эта выставка будет находиться. Но ведем переговоры, чтобы ее оставили и нам на подольше. То есть она пользуется спросом. 7 сентября в заповеднике пройдет большой всероссийский фестиваль «Пятнистый фест». На праздник приедут представители других заповедных территорий, которые познакомят гостей со своими достопримечательностями и национальной кухней. За подробностями обращайтесь в группу ВКонтакте «Заповедная Мордовия». Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Служба новостей, Саров-24.